Благодарю тебя, Господь, за то, что действительно, то, что было прощтено, это актуально, это жизнь наша. Потому что, действительно, наша правильность – это Ты, Бог живой, Бог с Тодой, наше спасение от Тебя, через Иисуса Христа, жизнь наша. Аминь. И я как раз продолжу чтение, уже восьмая глава, и это одна мысль, она развивается. Деление на главы, на стихи, это довольно условные деления, такие уже более поздние, средневековые. Это была одна мысль, одно письмо. И он пишет здесь, Павел, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Потому что, обращаю ваше внимание на то, что во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, я могу перефразировать, что, пусть Павел не простит, значит, можно перефразировать так, что осуждение принадлежит тем, которые во Христе Иисусе живут не по духу, но по плоти. Вот перефразировать можно так. Тем, которые не по плоти, но по духу, им нет никакого осуждения. А тем, которые не по духу, но по плоти, им осуждение. И, знаете, я очень много благодарен за Алексея Ивановича. Я просто, ну, все не уследишь, тем более христианский мир такой разнообразный, как бы, и столько много проповедников, столько много всяких учений, столько много всяких, ну, как бы, порой, и не знаешь, значит, даже кого послушать, да? И вот Алексей Иванович порекомендовал мне как раз послушать Джосефа. Джосефа Принца. Да, и его беседа вместе с, как его зовут, вы говорили, я вас не забываю, он Джерни Мир Пирсенс. Джерни Мир Пирсенс, он, по-моему, Коклинов, внук, да, да, внук, внук, потому что он говорил, что какая-то дедушка, дедушка называл, дедушка. Значит, и вот у них было общение, очень хорошая программа, замечательная программа, и, знаете, очень много действительно проясняется. Вот если правильная вера, да, или неправильная вера, вот как вот определить? Я молодым человеком еще вопрос такой задавал, как бы, вот правильная вера, вот нам говорили, что вот правильная вера, признак правильной веры, там, вот правильный обряд, допустим, да, вот правильная традиция, допустим, да, вот, значит, правильная, ну, не знаю, ну, преемственность там, не знаю. Ну, в основном обряды и традиции правильные, вот это правильная вера. Но на самом деле правильная вера, она, согласно Слову Божьему, да, когда нет осуждения тебе, когда ты живешь по духу, не по плоти, И не важно, какой обряд, какая традиция. Самое важное, что во Христе Иисусе есть плоское христианство и есть духовное христианство. Можно разделить таким образом христианство. Помните, я тогда в те разы, еще до Пасхи, как раз говорил о том, что напоминал про эти огурчики, палтизу, погружение в Бога, пропитывание, и что Эммануэль, Эммануил, пророческое слово, как будут вести и звать Господу нашего, Эммануэль, Эммануэл. То Эммануэль, это Бог не просто с нами, как переводят переводчики часто, а приветствую, приветствую сестры, вот для вас свободно, приветствую. И, а это Бог внутрь нас, суще есть. То есть не просто, значит, Он близко, возле нас, а внутрь нас. И, по сути, все христианство, оно как бы разделяется вот по такому признаку-то, не по какому-то другому признаку, а именно по этому, не по обрядам, не по традициям. Сегодня с утра я был вот на служении, успел побывать до нашего собрания, в Михайловском был, с надверхом монастыретом, служба у них 7 часов началась, тоже с ползаймодом уже часы читать, вот даже успел там немного пообщаться. Вот, значит, интересные парни, семинаристы, молодые ребята, вот хор хороший у них там, все. Но, опять-таки, знаете, люди, приходя на обряд, на литургию красивую, очень красивую, у меня вот тоже литургия, мы сейчас с Алексеем Ивановичем будем как раз тоже заниматься, вот, литургикой, литургическим богословием. Красивые литургии, да, но, как правило, приносят людям осуждение, знаете, потому что, как правило, люди что слышат на литургии, что понимают из того, что поется, да, в основном, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И то, что обрывки молитв, которые понятны, как бы, уху обывателя, уху прихожанина, в основном, ну, процентов 99, это то, что понятно, что имеется в виду, вот, мы недостойные грешны, и Бог, не гневайся, прости нас. Вот, вот, контекст всех этих молитв, знаете, и есть, конечно, такие умилительные молитвы. Сегодня я вот тоже размышлял, там, там, и Матерь Божья, и Царица Небесная, там все, там, разные иконы, и я вижу, люди, специально наблюдал даже, я там камеру уже выключил, но его записал чуть-чуть фрагменты другие, но вижу, как бы, там, что-то, ну, не приветствуется, ну, как бы, закрыл уже камеру. Вот, значит, а так, значит, просто помолился, значит, стою вместе с ними, все, и смотрю, люди, вот, чаще всего, да, вот, к Матери Божьей подходят, там, значит, даже на колени ждут, свечи ставят. То есть, почему? Потому что интуитивно человек ищет какой-то защиты. Если всегда поется, Господи, помилуй, да, и Бог такой, как бы, ну, разгневанный, как бы, представляется, так или иначе, как бы, ну, не добрый, не такой хороший, не такой благой. Даже, знаете, вот, это служение по плоти, это, потому что приносит осуждение человеку. А выход какой, я так понимаю, разумеется, сегодня я так понимаю, раньше не понимал, сегодня я так понимаю. Выход какой? Иметь правильную веру. А правильная вера в том, что Бог, ибо так возлюбил Бог мир, вот мы говорим в золотой стих Библии, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своему, настолько любит нас, что отдал самое дорогое за нас. Вот, и вот то, что Отец Алексей прочитал сегодня, вот, предыдущий глава, вроде, там говорится, что, как? Оправданный. Оправданный, оправданный, да. И говорится, что, если за благодетеля, может, кто-то и решился бы умереть бы, да, за достойного от Бога человека, а представьте, за недостойного человека, а вообще за, ну, за самых недостойных людей, кто бы решился бы. Но Бог за нас, да, там, трижды, четыреста недостойных, миллион раз недостойных, но решился, и не просто решился, а даже не спрашивая нас, никого. Когда мы еще грешниками, не спрашивая наших соизволений, наших решений. Знаете, если бы люди там многими поколениями молились, вот, Бог, отдай Сына Своего, отдай за нас жизнь свою, прорезай за нас свою кровь. Нет, людям даже был ненамек, что так произойдет вообще. Никто даже не думал. Даже религиозные, набожные люди были, ну, так, в шоке, будем так говорить. Они не поняли, что произошло. Как это произошло? Потому что ко времени пришествия Христа сложилась уже такая, ну, хорошая религия. Да, такая, именно еврейская, хорошая религия, иудаизм. На основании Торы, на основании пророков, да, как бы обогатились разными, там, учениями различными. И если бы в те времена, вот, до Христа спросить религиозных, набожных, допустим, людей, вот, кто есть Мессия, кто есть Бог, как Мессия придет, да, либо разные вам варианты ответов, да, но никто бы даже и в страшном сне не мог бы даже представить, что 53-я глава Исаии, она буквально исполнится. И не просто в судьбе народа израильского, как страдальца, да, такому многострадальному народу, вот, но, а в судьбе Мессии, Израиля, никто бы даже и не мог себе такого представить раньше. А оно произошло так. И Бог доказал, вот, из прощенного тоже, вот этого, как раз, кремлевого фрагмента, мы что видим? Что нет, да, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что можно жить, ну, казалось бы, да, во Христе Иисусе ныне, да, допустим, да, по-христиански, но по плоти, а можно по духу. И проверить очень легко, осуждение или неосуждение. Всем людям, с ним Бог дал прощение. И кто принимает это прощение во Христе Иисусе, много человек. Кто еще не принял, поторопись принять. Спеши принять эту Божью любовь, Божью благодать. Я разумею, что время Бог нам дал, особенное время благодати, именно для вот этого блаженнейшего решения. Слава Богу! И мне очень нравится тоже в прощенном фрагменте вот из Римлян, то, что действительно сравнение Иисуса Христа, Мессии, с таким новым, как бы, Адамом. Потому что в Ветхом Адаме, в Старом Адаме, после Адама так получилось, что, я говорю, что хочешь, не хочешь, любой человек на этой земле, он нес на себе вот это проклятие. В христианстве мы это называем первородным грехом. В иудаизме это называют злым началом в человеке. Ну, как говорится, хрена резко не слаще. В принципе, это как бы одно, одно и то же. Об одном идет речь. О злом, которое после наших прародителей стало достоянием всего человечества, будем договорить. Так или иначе. И слава Богу, что две тысячи лет назад история вся пошла в другое русло. Если до того, начиная с нашего прародца Адама, она катилась все, подборку все ниже и ниже истории нашей, вообще человечества, людства всего, то с Иисуса Христа постепенно, постепенно она стала подниматься к истории. А совсем другое. И уже эта благодать, удивительнейшая благодать, как, допустим, после Адама все люди, даже самые праведные, даже самые благочестивые и порядочные люди, все равно везли на себе вот эту печаль падения и потерянного рая. То сейчас в еще большей степени, в еще большей и большей степени, все люди на этой земле, даже самые, ну, атеисты, сатанисты, злобные, я не знаю, кто там на кладбище там кошек мучает, ну, я не знаю, какие еще люди, значит, ну, разные-разные люди. Казнокрады, значит, коррупционеры все. Все равно все, на всех людях сегодня благоволение. Это странно звучит вообще, это очень странно звучит. Знаете, кто может это видел, фильм там, Папанов играл последнюю роль его, «Холодные летописи третьего», да? А когда после смерти Сталина объявили Амниски по тюрьмам. Вот там есть некоторые эпизоды, и Папанов там очень гениально снялся просто. Как бы, я не помню дословно его там цитата там, но такая мысль была такая интересная, я тогда еще обратил внимание на нее. Значит, что всех, как бы, это как бы несправедливо, всех на воле, то есть после смерти Сталина, как бы, значит, была такая объявлена всеобщая амнистия. И всех там, и бандюганов, значит, там, уголовников, и политических, и, значит, и там, ну, почти всех отпустили с тюрьмами. Как? О, не даст собрать, телевиден. Не, ну, разные люди вышли. Понимаете ли? И вот, и такое началось, конечно, там, в 2013 год, вот, старые люди вспоминают недобрым словом, потому что, ну, просто преступление за преступлением. Просто, как эшелоны шли, вот эти вот, с тюрем, грабежи, насилие, убийство, милиция не справлялась абсолютно, значит, там, во многих регионах, по сути, военное положение было введено. Значит, значит, то есть, на поступах к Москве, на пулеметы ставили, что, значит, ну, как бы, представляете, насколько, как бы, ну, вот, амнистия. И у Папана там мысль была такая интересная, как бы, что нежданно-негадно для всех, и порядочных преступников, и негодяев, всех-всех-всех, просто объявлено было амнистия. И вот, и представьте, вот, тысячелетие до Христа, да, была очень страшная история, и чем, как говорится, дальше влез, тем скорее партизам, или, как, больше дров, значит, дальше влез, больше дров, значит, вот, история человечества, она все хуже и хуже шла, все в крик и в кость шло. Но однажды, два тысячелетия назад, что-то совершилось. Вспомните, вот, вот, очень красивый эпизод, такой, очень живописный эпизод в деяниях, когда Павла и Сибу избили, да, значит, их в колодке забили, значит, и в темницу поместили, внутренне там это, и они должны быть наказаны, еще судимы, и, конечно, вот, ни за что, ни про что, вот, за просто так, ни за уголовное какое-то преступление, за Слово Божье, и вот так вот обошлись, но братья наши, они не унывали, слава Богу, они не унывали, они, знаете ли, у них была действительно вера, как мы до служения пообщались тоже, да, вот, вы вспомнили слова Проханова, Иван Степанович Проханов, сто лет назад говорил, что христианин это неисправимый оптимист, неисправимый оптимист, вот, настоящий христианин, это неисправимый оптимист, правда, я там одному сказал, там, товарищу, а он мне говорит, а пессимист это информированный оптимист, Но оно, как бы, вроде по-мерзки, правда, на самом деле Обычно в миру счастливые те, кто не ведают, как бы, вообще Чем больше человек узнает, тем, как бы, ему печальнее жизнь становится вообще Как говорят, меньше, знаешь, крепче слишь, как бы, да, значит, да Да, значит, и как бы и все Но, друзья, но самое интересное Бог наш, он самый информированный из информированных Однако же остается оптимистом Знаете, однако же продолжает верить в нас Вот, и если мы во Христе и в Духе, да, именно в Духе, да, и во Христе В Духе Христовом и познаем, и узнаем все, да То это не обрезает нам крылья Наоборот, это еще больше нас возвышает, надо дыкнуть И вот эти братья были, да, пострадали, их избили Вот, они были в этой темнице Были камеры, я так понимаю, разные Вот, как, я не сидел в тюрьме, но в тюрьмах часто бывал Проповедовал в разных колониях Одно время посчитал, там, больше ста всяких колоний тюрем посетил Посещал, вот, именно Спробовали, Слово Божье, за эти годы Вот, но я сидел вот в карцере На Гаупахте Знаешь, такой воинская тюрьма, да, значит, Гаупахт именно, по крайней мере, знаю Вот, и там коридоры, много разных камер Вообще, само даже нахождение там, это, как бы Ну, ничего хорошего, одни словно Оно уже любого нормального человека, как бы, знаете ли, вгоняет такую депрессию какую-то вообще, значит Ну, конечно, есть люди, что тюрьма матери родная, да, значит Но это все в основном похвальство Я общался с теми, которые, ну, всю жизнь, фактически, по тюрьмам И все равно у них есть понимание, что это не их Хотя, был момент, один я с одним стариком общался, вот, подчеркнигом там, в колонии Вот, значит, он всю жизнь вообще подчеркнул Всю жизнь подчеркнул по лагерям этим, по лагерям этим И на воле никого нет И вот, его мы должны, например, отпускать уже скоро, вот в этом году, в том году, да Я проповедовал И он говорит, батюшка, я боюсь быть, Даша Потому что у меня никому нету, я хочу А здесь меня уважают, здесь у меня дополнительно байка Его охрану уважают Он говорит, ну, всю жизнь, он здесь западедушка вообще Как бы, знаете ли, вот, подсчет А там, я никто и зовут никак, знаете ли Но все равно, даже вот таких людей, которые деградированы, деформированы, вот, тюрьмой Как вот те деревья, знаете, которые молодыми привязаны, так вот И они выросли, а потом путаете, снимают Они все равно изогнанные такие всякие, искривленные, изуроданные такие, да Вот, нечто подобное произошло Или как вот те кармики, которых, помните, в Европе, там, специально для цирков уродовали людей, да Когда маленьких, еще детей сажали в такие ящики, они вырастали такими уродцами, такими Ну, ради потехи, ради заработка, ну, ужасные такие Вот, насколько человек может быть злым, да, или жестоким вообще Ну, например, более чем достаточно в нашей истории, нашей жизни и современной жизни Вот, я рассказывал, когда вот, 90-е годы, когда, конец 90-х, уже мы приехали, уже в Киеве жили Там, значит, помню, были публикации, судили группу, там, бывшие офицеры, чекисты, какие-то офицеры, там, не знаю, кого как, осудили, не осудили, там Но у них был такой странный заработок, у этой группы, значит, они нанимали эстрабайтеров в Москве, в ближайшей Подмосковье на строительство этих домов, каких-то там, что-то еще, объектов И, значит, довольно много людей нанимали, значит, и им обещали большие деньги очень Вот, но условия были, они как-то там, ну, специально набрали, что молотались, типа полусекреты, или какой-то еще объект, там, такое, значит, у них забирали все связи, чтобы они работали И как можно меньше было информации, где они находятся А потом, значит, их просто вывозили, как бы, за расчетом, уже в конце, уже под осенью, уже, да, уже, когда уже работа заканчивалась Вывозили, как будто бы за расчетом А на самом деле их привозили к расстрельной, как бы, яме, они не знали даже, до последнего не знали А потом открывалась, вот, как бы, вот эта стенка, как бы, и их расстреливали, и закапывали И получилось, и так, оказывается, несколько лет работала система, значит, и там очень много, как бы, точно не знаю, там 5 или 6 ян нашли у таких, значит, полных этих тел человеческих А получилось, что однажды, один из этих ребят, значит, он просто, значит, это, ну, он был парень, он был ранен тяжело, но он выжил И из-под земли выполз, представляете, они уже, они проявляли уже халатность, уже обычно добивали раненых А в этот раз, ну, правильно видим, халатность какую-то, значит, и засыпали землей всех, уже все, вот, и пошли, ясно, гулять Вот, денег много теперь, значит, опять И, представляете, значит, я тут раненый, значит, выполз, значит, из-под земли, значит, и дополз, значит, до, значит, трассы И ему еще повезло вдвойне, что нашелся порядочный человек, который, значит, и, при том, со связями на дороге, значит, ну, это, блин, только Бог мог это такое сделать И вот он попал, значит, там, и опять милицию в нормальную попал, значит, не туда, где, значит, могли бы просто закрыть все это дело, прикрыть Вот, значит, дали ход, журналисты были еще такие вот, попались тоже, то есть, ну, целый, целый ряд был таких обстоятельств их очень интересных Вот, и, как бы, раскрылась вот такое преступление То есть, настолько люди пожестокие, да, порой, что готовы ради выгоды, ради вот того, таких заработков, да, значит, и, чтобы обед построить, значит, там, и деньги не заплатить, значит, даже убить людей А потом нанимать новых людей, и до последнего их, когда увезли, вот, нам, с ними, с нами играли, ну, шутили, смеялись, значит, все нормально То есть, как бы, знаете, ну, как бы, настолько вот этот шок был, а для них уже был не впервые, так вот Вот, и даже для таких людей, ну, самых жестоких, там, прочих, значит, я бывал уже в общении с людьми по долгу службы, как вот священник, когда еще был настоятельным храмом, там, в селе На исповедь приходили, приезжали пару люди с очень непростыми судьбами, тоже, которые всю жизнь убивали, то есть, ну, пробивали человеческую кровь, и притом делали это профессионально, вот, и много лет, ну, всю жизнь практически сознательно, с самого пацанского возраста, фактически Значит, и до, уже, значит, до сильных волос И приходили, и один из этих людей, вот, он, ну, запомнился очень сильно мне После исповеди он все говорил, вот, я понимаю, что Бог прощает, но я не могу простить самого себя Вот, вот, уже последние годы, уже, ну, когда был помоложе, то он не думал сильно об этом, как бы, ну, особенно не ценил жизнь ни чужую, ни с твоим, там, особенно не дорожил А уже под старость уже стал понимать, как бы, цену жизни, как бы, ну, как бы, уже совсем многие взгляды И, как, без того, чтобы, вот, ящик лодки, значит, просто, и, просто напиться, и забыться, без этого спать мне вообще нельзя А только засыпаю, кошмар, ужас, я просто, вот, и не могу простить самого себя, вот Даже понимая, что, ну, я объяснял, что Бог прощающий Вот, человек, он, как бы, ну, очень сложно ему, вот, принять это прощение и простить самому себя И в этом мире, на самом деле, даже если ты, там, Гитлера с Тараном в одном лице, значит, и Мао Затуна, значит, и Хошинин, и, 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 вообще, там, и Чаушеску, значит, и Нерон, там, и Диаклитиан, и, всех возьми, там, какие-то, Чикатило, там, значит, там, какой-то, значит, там, Маркиз Деса, там, и, значит, да, какие еще можно назвать На прошлом служении вспоминал ты этого, московская садистка была такая, Салтачиха, Салтачиха, которая издималась над людьми. Вы понимаете, значит, возник разных людей, но 2000 лет назад для всех людей, даже если ты оборвал всю Украину, допустим, или там другие страны, все равно для всех людей Бог объявляет прощение, амнистию. И это просто, ну, против любви этой нет никакого приема вообще. Ее можно могу принять или отвергнуть. Вот против этой любви нет никакого оружия, на самом деле. И Божья любовь сегодня на всех людей, она каким-то удивительным образом, мы говорим, не да, об эпохе благодати, новая эра наступила, да, 2000 лет она продолжается уже, эпоха благодати, мы говорим. То есть Бог объявил прощение, открытие темницы. И вот про те братья вспомнил-то сегодня. Они в темнице, заточение такой красивый, очень живописный образ, и они стали что? Воспевать Бога. И что произошло? У них узы ослабили, земля потряслась, темницы расторгались, да, расследовались, эти вот двери открылись на распашку. Так что, темничный этот страж, охранник, который забежал, он думал, что все уже побежали. Ну, какой дурак останется, значит, если все открыто, пожалуйста, представляете, значит, да, оказывается, все на месте. Он даже думал уже убить себя, потому что, ну все, это уже трибунал. Значит, и его же казнят за это. Вот, значит, и позор еще такой будет в семье. Вот, и представляете, значит, а ему сказали, не делай себе это вреда, мы все здесь. Удивительная вещь. Знаете, какой-то красивый такой образ. Вот, с того момента, вот, с момента распятия Христа, да, когда вот все это произошло, кровь Иисуса Христа была пролита, земля потряслась, вот все это произошло, действительно, узы у всех ослабили на этой земле. И темницы, они распахнулись, хотя люди еще в камерах сидят, значит, да, значит, и вот, как бы, и в темницах, да, но двери открыты. В принципе, всем людям сегодня объятна свобода. И, дорогой человек, получается, выбор за тобой принять эту жизнь, да, выйти из темницы или остаться в этой камере уже с открытой дверью, но, и наручники уже делают вид, как будто они не тебе, но они уже оставили, все. Ты уже можешь уснуть руку, уже все, они раскрыты уже. И темницы распахнуты, все, двери открыты. Можно выходить. Но, понимаете, вот часто такую злую шутку играет такой остатный, такой человеческий, вот, и остаться в этой темнице, в этой темне. Но выход на свободу через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Великое время. Великое время. Аминь. Аминь. Мы которое называем Ава, Отче. Сей самый Дух. Свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дети Бога. И пусть Господь благословит нас. Пусть, Отец, мы обращаемся Ава, Отче. На том служении, в говорили уже, да, вот именно Авину. Ава. Ава – это папочка, папуленька, папенька. И это даже в собрании особенно так вот не выскажешь даже. И даже один на один к Богу это не выскажешь. Это только Дух может высказать это. Я в этом много раз убеждался. Пытался умом это говорить, и раз, и два, и пять, и десять. Мало получается. Но когда Дух это в тебе взывает, то это получается. Только Духом это можно высказать, эту благодать, эту высоту. Потому что это не заслуженная милость, это просто благодать. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за жизнь, спасибо за то, что мы дети твои, сыновья и дочери. И для всех людей ты объявил 2000 назад такую амнистию, день открытых дверей. Вообще наступила новая эра, эра открытых дверей этих. Распахнутые, узы у всех ослабили. И совершилось великое избавление. Спасибо тебе, Господь. И пусть сегодня измучены, они выходят на свободу. Принимают это благодатьство. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И сегодня, знаете, размышлял и после той литургии, которая не до конца я была на литургии, но в Михайловском. Красивы, конечно, братья. Молодцы, конечно, стараются, сценаристы. Красивые голоса прям. Знаете, прям наша душа прям разворачивается. Вот, и, ну, даже на выходе помолился о том, что, говорю, Господь, пусть эти голоса прекрасные, они проставляют Бога, проставляют Тебя Господа, проставляют Иисуса Христа, Духа Святого. Не Богородица обращается, не святым. Знаете, я помню, почему враг направляет к кому-то другому, к чему-то другому. Потому что, создав нас, Бог поместил в нас, вот как мы говорим, бездну бездну призывает, да, из Писания? Эту бездну. И многие проповедники очень красиво это объясняют, что эта бездна внутри нас, она может быть только заполнена бездной Бога. Подобное подобным. И ничем другим эта бездна внутри, она не заполнится. Если люди мерзкие, допустим, да, пытаются многими, там, мерзкими вещами заполнить эту бездну, да, и на время кажется, вот-вот она уже заполнилась, она еще больше проваливается, эта бездна. Вот, люди религиозные пытаются многими религиозными вещами ее заполнить. Это, как бы, более удачный вариант, поначалу кажется, да, но потом еще больше разочарований. Потому что эта бездна снова проваливается, рано или поздно она проваливается. Потому что эта бездна, она только бездну призывает. Безда милосердия Бога, бездна Его любви. И Боги, Вы, которым обращено Слово Божие, написано. То есть, Бог может только Бога понять, между нами Богами только... Вот, аминь. И то, что Бог может лишь заполнить нас, Собой. И вот это и есть откровение, собственно, Божьего Духа, откровение, Священное Писание, откровение, вот... И вот с этим откровением враг борется, как может, хоть ибо, что получается, направить на что-то. Вот когда мы обращаемся к Богу, да, мы открываем, люди, самое сокровенное, самое интимное в себе, сердце, наш дух, наше внутреннее вот это вот естество. Даже неверующие атеисты порой понимают очень это, очень серьезно. И я берем в особую молитву атеистов. Я встречал такую молитву и не раз. Знаете, когда, знаете ли, вот человек обращается к Создателю, не веря в Него, но обращается к Нему, вот, ищет Его и обращается к Нему. И, знаете, вот Бог... Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Вообще написано, от Него всякое даяние благой и дам совершенность выше, от Отца Светов. И даже если человек, он... Я сколько раз общался с такими людьми, которые казались бы, неверующими атеистами, но то доброе, светлое, хорошее, что в их жизни есть, это им от Бога. И это Бог уже в них производит что-то, им что-то доброе делает. И это прекрасно. Слава Богу. Спасибо, Господь, 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 Господь. Аминь, 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 да, аминь. За Песа разорвана. Слава Богу. Я уж, я особо не смотрю, но иногда смотрю. То есть, если виду так, значит, фильм-сказка. И я был как раз на концовке. И вот концовка, мне вспомнилась как раз эта концовка. Какая-то, ну, баба Яга или ведьма какая-то, не знаю, кто она такая, как плохая. Ну, она и один это плохо и говорит плохо, и все один плохо. Говорят, но понятно, что самая плохая это. Вот, значит, и зашел не то, ну, как, наверное, ну, как батюшка такой, такой реакция. Значит, значит, и народ зашел. И вот это, как бы, вот эта ведьма, что ли, ну, плохая, плохой персонаж, как бы, ну, дьявол, олицетворение, как бы, злака. Нам всем там кровь портала, я так понял. Всему этому себе нет. И вот, значит, и, значит, и их, и вот, как бы, она из себя что-то представляла, как бы, да, такая-сакая. И вдруг этот человек, который привел толпой до людей, он говорит, а давайте мы сейчас делаем так. Мы отвернемся от нее, и никто в нее больше не будет верить, как бы, вот как-то так. И они отвернулись буквально. И пошли, вот там такой красивый пейзаж, там, к свету. И она, там, эта бабка, как-то вроде такая, все такая, как бы себя надутая, потом ей все хуже. Ну, она, как бы, обращается к ним, уходящим, ну, поверьте в меня, но я... Они, как бы, идут себе, идут, и... Как бы в светлое будущее. А она, как бы, ей все хуже, хуже на х... И, короче... А потом все тоже. Безет, безет. Я вот запомнил вот этот эпизод, и вот сейчас он вспомнился мне, вот этот эпизод. Знаете, действительно, это правда. Христос, он как вот такой народ весь. Вот, посмотрите, он враг, а давайте мы идем. Мы идем другим путем. Жизнь. Аминь. И благоставляю всех вас, дорогие друзья, просто Божьим отцовским благословением. И пусть Господь, Отец Небесный, сегодня благословит наши дома, наших родных и ближних, и дальних. И пусть как можно больше людей вырвутся действительно из неправды в правду, из лжи в истину. И пусть прославится имя Господне. Я знаю, что план Божий, Евангелие Божье, оно еще раскроется. Нам кажется, в 2000 лет это много, но спаситься вечности это всего лишь два дня, пару дней всего. Но сейчас раскрывается его Евангелие благодати для всего человечества. Спасение для всех. И он хочет, чтобы всех спасти. И я знаю, если он за что-то берется, он не отступает, пока не добьется своего. И он отдал жизнь свою за нас, доказав свою любовь и серьезность своих намерений. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да, благословит тебя. Господь, светлым лицом Своим, и помилуй Тебя, добротит Господь, лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Аминь